Девушки отдыхают Не будь тебя, как не впасть в отчаяние При виде всего, что свершается дома Но нельзя верить, чтобы такой язык Не был дан великому народу Последние дни августа Осень уже наступала Солнце садилось Внезапный порывистый ливень Без грому, без молний Только что промчался над нашей широкой равниной Сад перед домом горел и дымился Весь залитый пожаром зари И потопом дождя Она сидела за столом в гостиной И с упорной задумчивостью Глядела на сад сквозь полуоткрытую дверь Я знал, что свершалось тогда в ее душе Я знал, что После недолгой, хоть и мучительной борьбы Она в этот самый миг Отдавалась чувству С которым уже не могла более сладить Вдруг она поднялась Проворно вышла в сад и скрылась Пробил час, пробил другой Она не возвращалась Тогда я встал и, выйдя из дому Отправился по аллее, по которой Я в том не сомневался Пошла и она Все потемнело, вокруг ночь уже надвинулась Но на сыром песку дорожки Яркой аллеей, даже сквозь разлитую мглу Виднелся кругловатый предмет Я наклонился То была молодая, чуть распустившаяся роза Два часа тому назад я видел эту самую розу на ее груди Я бережно поднял упавший в грязь цветок И, вернувшись в гостиную, положил его на стол перед ее креслом Вот и она вернулась, наконец И, легкими шагами пройдя всю комнату, села за стол Ее лицо побледнело и ожило Быстро с веселым смущением бегали по сторонам опущенные, как уменьшенные глаза Она увидала розу, схватила ее, взглянула на ее измятые запачканные лепестки Взглянула на меня И глаза ее, внезапно остановившись, засияли слезами О чем вы плачете, спросил я Да вот, об этой розе Посмотрите, что с ней сталось Тут я вздумал выказать глубокомыслие Ваши слезы смоют эту грязь, промолвил я с значительным выражением Слезы не моют, слезы жгут, отвечала она И, обернувшись к камину, бросила цветок в умирающее пламя Огонь сожжет еще лучше слез Воскликнула она не без удалей И прекрасные глаза, еще блестевшие от слез, засмеялись дерзостно и счастливо Я понял, что и она была сожжена Стихотворение в прозе Тургенева «Роза» Стихотворение в прозе «Роза» было написано Тургеневым в апреле 1878 года А опубликовано спустя 4 года в журнале «Вестник Европы» Вообще, в XIX веке символика растений была весьма популярна А в творчестве Тургенева приобретает особое значение для раскрытия характеров персонажей «Сирень и акация» сопутствуют образу Натальи Лосунской «Перекатиполе» – образу Рудина «Лилия», «Желтофиоли», «Роза» отражают характеры героев в романе «Дворянское гнездо» Образ «Розы» – важный элемент повести «Вешние воды» Он присутствует в ключевой сцене произведения «Первая любовь» Помогает полнее раскрыть образ Базарова в романе «Отцы и дети» Но особенно символичен образ «Розы» именно в стихотворениях в прозе Одно из них так и называется – «Роза» Этот цветок традиционно ассоциировался с любовью, женской красотой, счастьем, молодостью, да и самой жизнью С другой стороны, «Роза» символизирует утраченный покой, смятение от буря любовных переживаний «Роза» по праву считается одним из лучших стихотворений в прозе Краткая, емкая, полная ассоциаций и образов, присущих поэтическому творчеству писателя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok